Плюс 305 миллионов. Депутаты приняли сразу в двух чтениях изменения в окружной бюджет текущего года. Запланирован на 9 ноября. Ненецкий округ разместит первый транш облигаций государственного займа. Студент, образовательное учреждение, предприятие. Еще 11 учащихся профессиональных учреждений заключили трехсторонние договоры с пятью работодателями региона. Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Депутаты Кружного собрания приняли изменения в бюджет региона на 2017 год. Это уже пятая поправка в текущем году. Изменения в бюджет вызваны поступлением дополнительных доходов в размере 305 миллионов рублей. На эту же сумму увеличенные расходы. Как отметила главный финансист округа Татьяна Лагвиненко, региональный бюджет по-прежнему остается социально ориентированным. Изменения в бюджет Ненецкого округа внесли по нескольким причинам. С целью достижения майских указов президента и перераспределением бюджетных ассигнований по заявкам главных распорядителей бюджетных средств. Параметры бюджета увеличиваются по доходам на 305 с небольшим миллионом рублей. В основном за счет налоговых поступлений. На сумму поступивших доходов увеличены и расходные части кружной казны. Бюджет по-прежнему остается социально ориентированным. Доля расходов на социальную сферу составляет 56% от общих расходов или 137,5 миллионов рублей. Из них в сфере здравоохранения дополнительно выделено 133 миллиона рублей. В социальной политике 83,8 миллиона. Увеличены расходы и по другим крупным статьям. 124,8 миллиона рублей на достижение целевых показателей майских указов президента Российской Федерации учреждением здравоохранения в связи со сложным финансовым положением окружной больницы. 21,7 миллиона рублей на социальную помощь в компенсации проезда для лечения, консультации и медицинской реабилитации. 22,2 миллиона рублей на компенсационные социальные выплаты многодетным семьям взамен бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 18,4 миллиона для обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. На материально-техническое оснащение новых зданий детского сада «Ромашка» и школы в поселке Красный из бюджета округа выделено 70 небольших миллионов рублей. 36,5 миллионов на приобретение семьи жилых помещений для детей-сирот по договорам найма. Такая же сумма направлена и для переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и подлежащих сносу. Помимо этого, необходимо отметить развитие инициативного бюджетирования, которое подразумевает окружное софинансирование. 5,3 миллиона рублей выделено дополнительно на реализацию проектов по поддержке местных инициатив. Продолжается и поддержка коренных малочисленных народов Севера. Так, на предоставление грантов для обеспечения деятельности семейно-родовых общин выделено 900 тысяч рублей. Увеличивается и поддержка предпринимательского сектора на территории региона. На эти цели выделено 50 миллионов рублей. В текущем году на развитие системы микрозаймов для предпринимателей дополнительно направят 20 миллионов. Такая же сумма предусмотрена на субсидирование окружного центра развития бизнеса для развития системы гарантий и поручительства при получении предпринимателями кредитов в банках. Дополнительно по 3 миллиона рублей направят на предоставление грантов начинающим предпринимателям и на имущественный взнос некоммерческой организации, микрокредитные компании, фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Нейнского округа. Субсидия на модернизацию производства предпринимателей увеличится на 4 миллиона рублей. Дополнительно из сказанной регионы выделяются деньги на субсидирование авиаперевозок 39 млн. рублей и возмещение по коммунальным услугам 210 млн. Увеличивается бюджетное сигнование в сумме 13,3 млн. рублей на предоставление субсидий городу Наринмару, на обеспечение транспортной инфраструктуры территории Старый аэропорт и окончательную оплату работ по строительству очистных сооружений в поселке Качкарт. На 6,2 млн. рублей увеличивается субсидия заполярному району на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов и на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. На 4,5 млн. рублей увеличивается субсидия рабочему поселку Искателей на снос 9 домов, признанных ветхими аварийными. Кроме того, в бюджете учтены дополнительные бюджетные сигнования на развитие организации потребкооперации по доставке продовольственных товаров сельскому населению, также предусмотрены дополнительные субсидии предприятиям, производящим продукцию лечебно-профилактического питания, на частичное возмещение затрат акционерному обществу ВИТО, на приобретение и транспортировку тароупаковочных материалов. Мария Владимирова, Антон Водряков и Леонид Шишелов. Телеканал «Север». Размещение первого транша облигаций Ненецкого округа запланировано на 9 ноября на московской бирже. Его размер будет утвержден в ближайшие дни. Решение о выпуске ценных бумаг принято на заседании администрации Ненецкого округа. Государственные облигации – это документарные ценные бумаги на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Общий объем эмиссии облигаций Ненецкого автономного округа составляет 2 миллиарда рублей. Это 2 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Бумаги будут размещаться несколькими траншами. Размер первого из них будет утвержден в ближайшие дни. Срок обращения облигаций 2555 дней – это 7 лет. Доход по облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации погрешения и ценой покупки облигаций. То есть номинал облигаций также может меняться при доразмещении облигаций на бирже. Каждая облигация имеет 28 купонных периодов. Длительность купонных периодов составляет 91 календарный день. То есть, если простым языком, то проценты по облигациям мы будем оплачивать ежеквартально. Ставку купона определит имитент, то есть администрация Ненецко-автономного округа на основании заявок инвесторов. Дата погашения первой амортизационной части в размере 10% запланирована на 9 ноября 2019 года, далее в мае 2020, и так каждое полгода. Генеральным агентом по размещению является ВТБ «Капитал». Это первый опыт выхода Ненецкого автономного округа на организованный рынок ценных бумаг, отметил глава региона Александр Цибульский и поручил профильному департаменту разъяснить населению необходимость применения такого инструмента. А главное, какие положительные эффекты получит округ от эмиссии ценных бумаг. Это новый такой инструмент, который начинает применяться в региональных бюджетах сейчас активно. Я считаю, что он перспективный, но все-таки мы все должны идти на него, что называется, на это решение с открытым забралом и для себя понимать, почему это выгоднее, чем кредитование и иные кредитные инструменты. Основная цель эмиссии ценных бумаг – привлечение более длинных денег по сравнению с банковскими кредитами и снижение расходов на обслуживание государственного долга. Его размер по состоянию на 17 октября составляет 3 миллиарда 190 миллионов рублей. Это казначейский кредит объемом 490 миллионов и кредит из Бербанка России на общую сумму 3,7 миллиарда. Накануне выпуска облигаций государственного внутреннего займа с гарантированной доходностью 9,25 годовых начала администрация Ямало-Ненецкого автономного округа. Ирина Цептова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Ненецком округе еще 11 студентов заключили договоры на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования с пятью работодателями региона. Трехсторонние соглашения заключили студенты НАЭД, обучающиеся по специальности поварское и кондитерское дело. В церемонии подписания соглашения участие принял и глава региона Александр Цибульский. 11 студентов Ненецкого аграрно-экономического техникума, будущих поваров и кондитеров сегодня получили путевку в жизнь. Ведь подписание трехстороннего соглашения техникум-студент-работодатель дает молодым людям уверенности в завтрашнем дне. Вы такие везунчики, потому что в отличие от других ваших друзей, товарищей, которые просто учатся и потом должны будут выходить на свободный рынок, вы уже заранее для себя определили возможность работы. Очень хорошо, чтобы вы оставались как можно дольше на территории нашего округа и в Мариинмаре, работали поварами и радовали нас своими кулинарными искусствами и изысками. Но понятно, что вы в том числе можете потом, поработав здесь, набравшись опыта, поехать куда-то дальше и работать в других местах. Группа студентов поваров-кондитеров обучается в наэте на условиях софинансирования. 80% от стоимости обучения на себя берет округ. Еще 20 работодатель, то есть 10 670 рублей в год. Студентам остается только хорошо учиться. Я очень надеюсь, что наше сотрудничество будет успешным, плодотворным. Со своей стороны мы предоставим все необходимые условия для того, чтобы наши юные коллеги приобретали квалификацию и развивались. Компания «Ависта-сервис», занимающаяся организацией общественного питания на производственных объектах нефтяных компаний, сегодня в числе тех работодателей, кто через 3 года и 10 месяцев примет на работу сразу пятерых студентов на этом. Павел Вартанов признается, найти хорошего повара – большая проблема. Поэтому подписание подобного рода соглашения дает уверенность – кадрового голода у предприятия не будет. В числе и организаций, которые сегодня заключили трехсторонние соглашения, также индивидуальный предприниматель Василий Орешко, Наринмарское городское потребительское общество, Стелла Палари и ресторан «Заполярная столица». Подобные соглашения в сентябре текущего года были заключены между будущими медиками и работниками сферы ЖКХ. Мария Владимирова, Олег Итанзейский, Вадим Стасек, Телеканал «Север». Власти Ненецкого округа одобрили предложение профильного департамента о финансировании медико-социального проекта по обследованию жителей тундры «Красный чум» в рамках соглашения о сотрудничестве окружной администрации с компанией «Лукоил». По расчетам исполнителя проекта Центральной поликлиники Заполярного района, затраты на реализацию 10-дневного обследования коренных жителей оцениваются почти в 3 миллиона рублей. Медицинский десант в рамках проекта в декабре этого года полетит в поселок Каратайка. В составе медотряда врачи разных профилей. Во время работы «Красного чума» жители поселений и оленеводы могут пройти флюорографическое обследование, УЗИ-диагностику, сделать электрокардиограмму, измерить давление. Оленеводы получат аптечки для оказания первой медицинской помощи. Проект «Красный чум» реализуется на территории Ненецкого округа ежегодно с 2008 года в партнерстве окружных властей, медорганизации и компаний-недропользователей. Благодаря проекту в первую очередь оленеводы и члены их семей получают квалифицированную медицинскую помощь и проходят полноценную диспансеризацию. За 8 лет в существовании «Красного чума» были обследованы более 6,5 тысяч жителей НАО. Среди них и жители отдаленных окружных поселков. По результатам комплексного осмотра специалисты проводят общую оценку здоровья населения. Для каждого жителя определяется группа здоровья, составляется план лечебно-оздоровительных мероприятий, даются рекомендации для проведения дальнейших наблюдений. Жители Ненецкого округа могут пройти опрос о создании нового автобусного маршрута. Опрос поможет определить пассажиропоток и потребность населения в автобусных перевозках по маршруту «Старый аэропорт искателей». Власти Ненецкого округа разработали проект закона по приграничному сотрудничеству. Документ закрепляет не только полномочия органов государственной власти региона в рамках приграничного сотрудничества, но и местного самоуправления приграничных муниципальных образований региона. В частности, согласно законопроекту, органы местного самоуправления НАО смогут заключать соглашение о приграничном сотрудничестве с партнерами сопредельных государств. Теперь проект закона будет направлен на рассмотрение в окружное собрание депутатов. Как пояснил руководитель департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям Ненецкого округа Павел Рахмелевич, документ разработан в целях реализации федерального закона об основах приграничного сотрудничества. Он регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением приграничного сотрудничества, определяет его основные принципы, задачи и направления, а также полномочия субъектов приграничного сотрудничества России. Согласно федеральному закону, органы местного самоуправления, муниципального образования приграничного субъекта России могут проводить встречи, консультации и иные мероприятия с представителями сопредельных государств, заключать с ними соответствующие соглашения, а также участвовать в разработке и реализации проектов международных программ. Ненецкие округи и Санкт-Петербург будут совместно развивать региональные воздушные перевозки. Соглашение о сотрудничестве между профильными ведомствами двух субъектов подписали вице-губернатор Ненецкого округа Алексей Еремеев и заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Алексей Львов. Церемония подписания состоялась в рамках третьего международного инновационного форума пассажирского транспорта «Смарт-транспорт-2017». Подписанное соглашение ориентировано на развитие региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации, а также формирование региональной маршрутной сети и увеличение авиационной подвижности населения. В Ненецком округе продолжается реализация приоритетного федерального проекта формирования комфортной городской среды. Все работы по благоустройству уже завершены в поселке Искателей. В этом году под действие программы попали три объекта. Одна дворовая территория в районе улицы Монтажников и две общественные. Зона отдыха по улицам Молодежная, Газовиков и детская площадка в районе улицы Строителей. Представители департамента строительства ЖКХ и энергетики и транспорта и администрации поселка Искателей осмотрели объекты, возведенные в рамках федеральной программы. Двор в районе улицы Монтажников – самая большая территория, благоустроенная в Искателе в рамках приоритетной программы. Проект по благоустройству этого двора был разработан еще в 2014 году. Сегодня его удалось реализовать, в том числе на федеральные средства. Значит, работы были проведены по благоустройству, озеленению, то есть укладка и грунта, и разработка площадки. Тут вообще-то старая-то была площадка, мы просто ее реконструировали. Вот, помимо всего, пешеходные дорожки сделаны прогулочные, установлены скамейки, урны, освещение. Ну и потом уже за счет экономии денежных средств, вот это вот мягкое покрытие здесь на детской площадке было установлено. А вот эти вот элементы детской площадки, они, это те, что здесь были, или это новые? Нет, это те, которые были, мы просто их, скажем так, разместили более-менее так оптимально, чтобы красиво смотрелось. По словам Николая Литвина, в следующем году муниципалитет постарается найти средства на дополнение игровой зоны спортивными конструкциями для детей старшего возраста и взрослых. Еще одна детская площадка, построенная в рамках приоритетной федеральной программы, находится по улице Строителей 3А. Здесь, кроме знакомых каждому ребенку игровых элементов, появилась необычная канатная пирамида. В целом, на благоустройство поселка Искателей в рамках проекта было направлено порядка 6 миллионов рублей из федерального, окружного и местного бюджетов. Всего же на реализацию приоритетного проекта в этом году в регионе предусмотрено 26 миллионов. Из них 10 выделено федерацией на условиях софинансирования. По словам представителя департамента строительства Елены Карельской, формирование комфортной городской среды продолжится и в 2018 году. Большая часть будет субъектовой доли. Решение о трудовом и или финансовом участии будет принимать сам муниципалитет. Это мы сейчас прописали в правилах программы. Программа у нас практически уже со всеми согласована. Было очень много предложений от муниципальных образований. На следующий год, если в этом году у нас участники два, это Искатели Егора, на следующий год у нас добавляются Приморско-Куйский сельский совет и Канинский. Это планы на будущее. А пока формирование комфортной городской среды продолжается в Нарьинмаре. В микрорайоне Старый аэропорт на средства федеральной программы обустроили детскую площадку. Продолжаются работы на дворовой территории в районе улицы 60 лет Октября Строительная. Подрядчики обещают сдать объект до конца октября. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Жители Ненецкого округа могут пройти опрос о создании нового автобусного маршрута из микрорайона Старый аэропорт до поселка Искателей. Интернет-опрос запустил Департамент строительства ЖКХ энергетики и транспорта округа. Опрос поможет определить пассажиропотоки и потребность населения в организации данного маршрута. Ранее о его запуске просили жители нового микрорайона по улице Авиаторов. Автобусы предлагается пустить по улицам Российская, Авиаторов, Швейцова, Пионерская, Октябрьская и далее до конечной остановки в поселке Искателей. Опросник состоит из пяти вопросов. Планируете ли осуществлять поездки по новому автобусному маршруту? На какой автобусной остановке садитесь и выходите при поездке в направлении поселка Искателей? Пункт назначения поездки? Какие маршруты используете в настоящее время? Такова была информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть наши новости вы можете также и на сайте по адресу www.trksever.ru. На этом я с вами прощаюсь, а далее прогноз погоды.